Сегодня у нас достаточно интересный вебинар. Мы постараемся подвести итоги, и на основании этих итогов поступления на зимний семестр 2023 года расскажем об особенностях поступления в ВУЗ Австрии в 2024 году и как можно релацироваться в Европу через высшее образование, в первую очередь благодаря австрийским университетам. Как будет проходить сегодняшний эфир? Мы обсудим, чего ждать от 2024 года, какие у нас есть предпосылки, тенденции, что сохранится и что будет нового. И в конце мы сделаем серию вопросов и ответов в живом формате. Вы сможете задать в чате ваши вопросы, мы постараемся подробно на них ответить. И в завершении все, кто дослужит нас до конца, получат бонус от нас – карту стандартных дедлайнов в ВУЗ Австрии. Напоминаю, мы уважаем друг друга, не обсуждаем политику, никого не оскорбляем, но у нас очень корректная аудитория, поэтому, слава богу, за почти 50 вебинаров у нас ни одного прецедента не было. Кто мы такие, почему берем на себе смелость вещать на такую сложную и комплексную тему? Наша компания называется Education Vena – образование в Австрии. Мы являемся лицензированным образовательным агентством в Австрии номер один с 2009 года. Благодаря нам при нашем содействии больше, чем 1400 студентов переехали, поступили в австрийские вузы при нашем кураторстве. Они уже успешно работают не только в Австрии, но и в других странах Европейского Союза, США, Эмиратов, Канада и других-других. И мы за время нашей работы, наверное, провели более 30 тысяч консультаций и видели разные ситуации. Меня зовут Александр Соловых. Я являюсь руководителем компании. Я заканчивал и бакалавриат, и магистратуру в Австрии. С нами также старший эксперт Мила Артемова. Вы ее знаете по нашим эфирам. Еще раз привет, Мила. Добрый вечер всем. Всем я вижу уже знакомые лица. Очень радостно видеть людей, которые присутствуют на многих наших вебинарах. Надеюсь, что увидимся с вами лично в Австрии. Коротко. Кому важны юридические аспекты. Наша компания зарегистрирована в Австрии с 2006 года. Стартовал наш проект в 2009 году. Можете сделать скриншот, потом перепроверить. Лицензия, по которой мы работаем, вот мы ее в оригинале и с русским переводом тоже опубликовали. Кому важно, ознакомитесь. И я предлагаю потихоньку стартовать. Но прежде чем мы перейдем к нашему вебинару, вопрос в студию. Пожалуйста, напишите, кто нас первый раз слушает. Вернее, кто не слушал ни одного нашего вебинара и с нами еще не взаимодействовал. Поставьте, пожалуйста, нолик. И те, кто видели наш вебинар минимум один раз, поставьте единичку или двойку, тройку, сколько раз вы с нами уже виделись, так сказать. О, здорово. Много новых наших подписчиков, потому что мы недавно 22,5 тысячи, так сказать, одолели. И поэтому всех, и всем, кто слушает нас впервые, и всем, кто нас уже видел, будет сегодня очень полезно. Итак, что важно знать о поступлении в Австрию и что остается актуальным? Мила, прошу тебя начать. Расскажи, пожалуйста, о специальностях. Что доступно для абитуриентов и из чего можно выбирать? Актуальным остается то, что Австрия по-прежнему считается одной из самых действительно классных стран для получения высшего образования в Европе. И первая причина в том, что здесь можно обучаться на буквально любой специальности, начиная от общих направлений, заканчивая узкими конкретными специализациями. И здесь точно есть из чего выбрать. Это как обучение так на немецком, так и на английском языках. Можно учиться на двух языках сразу. И образование доступно для всех, независимо от того, где вы предыдущую степень получили, какое у вас гражданство. Поэтому это открытое и доступное образование для всех. И можно выбрать для себя самую подходящую специальность. И более того, если у вас не хватает уровня немецкого языка для того, чтобы начать обучение сразу на бакалавриате или на магистратуре, можно прямо при университете пройти подготовительные курсы и доучить язык. При этом с уровня А2 до уровня С1 вас будут профессионально и интенсивно готовить при ВУЗе. Прекрасно. Мила, расскажи, пожалуйста, про программы с гарантией оффера. И что мы под этим подразумеваем? Что такое вообще приглашение на учебу? И что мы хотим этим сказать? Какая особенность именно австрийских ВУЗов на этом этапе? Да. Австрийские университеты имеют программы как со вступительными испытаниями, так и без вступительных испытаний или вступительных экзаменов. Это значит, что для того, чтобы получить приглашение на такую программу, достаточно верно подать пакет документов, подать его вовремя, с грамотной легализацией, с переводами. Ну, для этого у вас есть мы. Мы с этим помогаем и работаем. И если ваш пакет документов подан в срок и в полном объеме, то можно получить приглашение из университета. Поэтому мы и говорим, что на некоторые программы можно давать гарантию получения приглашения. А если у вас программа подразумевает наличие вступительного экзамена или какой-то процедуры отбора, то вы можете сначала получить приглашение и доучить язык на подготовительном отделении. И только тогда, когда у вас будет хороший, уверенный язык, вы сможете сдавать вступительный экзамен. При этом вы уже будете в Австрии, будете иметь австрийский вид на жительство студенческий и спокойно будете заниматься своей учебой. У нас также на слайде здесь отмечено, что некоторые приглашения университета дают с бессрочным действием. Что это значит? Это значит, что вы можете условно в ближайшем семестре получить оффер, приглашение от университета, а поехать на учебу через полгода, через год, через пять лет. То есть вы самостоятельно решаете, когда вы этим оффером реально воспользуетесь. И это действительно очень удобно, потому что позволяет гибко спланировать свою жизнь. Супер. Хочу дополнить на примере других стран. В некоторых странах процедура поступления и переезда для получения высшего образования выглядит таким образом. Абитуриент должен вначале приехать в желаемую страну, забронировать жилье, получить временный вид на жительство, с ним уже поступать в университет, и только при успешном поступлении он начинает учебу, продлевает вид на жительство и остается в этой стране. В Австрии же, мне кажется, более логичная ситуация. Вначале абитуриент получает приглашение на учебу, после этого бронирует жилье, после этого получает вид на жительство и с одобренным видом на жительство приезжает уже в Австрию для старта учебы, даже на подготовительных курсах, даже если там предусмотрен вступительный экзамен. Поэтому такая процедура нам кажется более комфортной и логичной. Также вузы Австрии дают возможность подавать документы дважды в год. И дедлайны в большинство университетов заканчиваются в начале августа и в начале февраля. Также есть дополнительный, так называемый, дополнительный период или grace period на английском языке, когда есть возможность после истечения общих дедлайнов зарегистрироваться на стационарную учебу в университет или в исключительных случаях пройти дополнительные регистрации на курсы. Мила, что ты можешь рассказать еще про дедлайны? Какие дедлайны могут быть особенными? Ну, на самом деле ключевая особенность, что можно дважды в год начинать свое обучение и, соответственно, не обязательно срываться с места в ближайший семестр, а можно заранее запланировать переезд через полгода или год. И что особенно классно, то, что начинать учебу дважды в год могут как бакалавры, так и магистры. И я на самом деле затрудняюсь сказать, в какой еще стране Евросоюза такая практика была бы возможной. Расширю эту мысль. Бывает такое, что приглашение на учебу приходит либо с опозданием, либо просто в установленные стандартные сроки, но после официальных дедлайнов по регистрации на конкретный учебный семестр. Например, когда регистрация заканчивается 5 сентября, приглашение на учебу пришло, скажем, 1 сентября. И физически студент без визы не успеет приехать зарегистрироваться на учебу. Но так как приглашение действующее и на следующий семестр как минимум, а иногда даже бессрочный, может комфортно запланировать свой приезд на январь-февраль, зарегистрироваться в университете и стартовать учебу в марте месяца. И за это время, с сентября по январь, разобраться с вопросами бронежилья и получением студенческого видножительства. И так, такая процедура бывает в плане последовательности комфортней и бюджетней, так как бронировать жилье и бронировать билеты заранее получается дешевле, проще и выгоднее. И там менее стрессово. Расскажи, пожалуйста, Мила, про возрастные ограничения. Какие вопросы тебе часто задают и какие кейсы у нас были? Хорошая новость в том, что нет возрастных ограничений. Их не было в прошлой семестре, нет на данный момент, не предвидится в будущем. И австрийское образование доступно для всех, независимо от возраста. И также работает и в меньшую, и в большую сторону. И мы в своей практике встречались с абитуриентами, да, и студентами, как 16-летними, даже 15-летними, так и студентами, можно так сказать, в очень осознанном возрасте, когда это студенты 50+, 60+. Вот прямо на самом деле во время прошлого вебинара, помню, что мне пришел оффер одной из клиентов, которая действительно 50+, и это уже третье ее образование. Так что можно вдохновиться прекрасным опытом людей, ни в коем случае не останавливаться и продолжать учиться всю жизнь. Особенно если речь идет о получении второго образования в возрасте 30, 35, 40 лет, в этом проблем вообще никаких нет. И одна из... Пожалуйста. Последний комментарий буквально хочу добавить относительно возраста, что часто Австрию выбирают люди, которые уже состоялись в своей профессии, хотят дальше работать в Австрии, работать в Европе, и нужно получить местное образование, влиться в местное сообщество, получить актуальные прикладные знания. И такие люди, как правило, себе выбирают, например, магистратуру, для того, чтобы очень комфортно интегрироваться и дальше уже комфортно работать. Так, пишут про технические сложности. Я Милу хорошо вижу и слышу. Проверка связи. У всех ли... Так, у всех ли проверка с доступностью? Все хорошо. Звук есть, звука нет. У кого как? Возможно, нужно перезагрузить Telegram. Все в порядке. Тогда пойдем дальше. И следующий важный пункт про учебу в Австрии, неочевидный и, возможно, не самый известный, но, возможно, один из самых приятных, он состоит в том, что учеба в Австрии стоит всего-навсего 747 евро в семестр. То есть, грубо, полторы тысячи евро в год. И это касается всех государственных университетов и всех программ в государственных университетах, даже если они преподаются полностью на английском языке. Поэтому за полторы тысячи евро в год учиться в Австрии можно и, наверное, нужно. Это очень крутая особенность по сравнению с другими программами. Даже в Германии англоязычные программы могут стоить в 10 раз больше. Не говоря уже про Британию, США и другие страны. Прошу написать в комментарии, сколько вы думали, что стоит учеба в Австрии, или когда вы сравнивали учебу в Австрии с другими странами, какие были альтернативы, за какую стоимость. Укажите страну и сумму, а мы пойдем дальше. Предлагаю перейти именно к особенностям поступления в университеты Австрии в 2024 году и коротко рассказать, что произошло. И что произошло в 2023 году, и что мы ожидаем останется в 2024 году. Первое, с чего стоит начать, это точно изменились дедлайны в университетах. Мила, прошу дополнить, что мы можем про дедлайны рассказать, на что обратить внимание. Здесь надо всегда индивидуально отсматривать конкретный дедлайн по конкретной программе в каждом выбранном вами университете. Потому что бывает такая ситуация, что даже в одном и том же университете на программы одного факультета могут быть разные дедлайны для подачи документов. И обычно есть два дедлайна, когда надо сделать какую-то онлайн-регистрацию, то есть заполнить свои заявления и формы, внести данные. И когда нужно предоставить уже оригиналы документов. И в этом году действительно случилось такое, что дедлайны были несколько скорректированы, поскольку мы постоянно курируем эти вопросы, постоянно все перепроверяем. Для нас не было это стрессом или какой-то критичной ситуацией, но действительно бывает так, что люди ориентировались на информацию прошлого года или на опыт каких-то своих друзей и знакомых, а потом столкнулись с тем, что реальные дедлайны в университете изменились. Поэтому так важно все перепроверять и внимательно обращать внимание, что это за дедлайн. Это дедлайн подать документы или дедлайн-регистрацию сделать? И касается ли вообще вас этот дедлайн? Еще одна особенность и сложность, с которой в этом семестре столкнулись ребята и, очевидно, продолжат сталкиваться в дальнейшем 2024 году, то, что стали более длительно обрабатывать документы на самом деле на всех этапах. Что университеты чуть больше времени теперь требуют на обработку документов, что магистраты при работе с видами нажительства. Действительно, надо заранее планировать свое время и закладывать время на любые возможные задержки. Следующая трудность и проблема, которая может нас с вами постерегать в 2024 году, это то, что на некоторые группы языковых курсов были ограничены, то есть было ограничено количество учебных мест на языковых курсах в некоторых городах. Мы об этом упоминали, да, то, что касалось, например, Зальцбурга. Сегодня тоже поговорим. Поэтому еще раз призываем всех дополнительное время себе тоже взять, чтобы вы точно успели, куда хотели, и не остались без места на учебном курсе. Так. Нормально ли меня слышно? Я что-то боюсь продолжать дальше, если трансляция остановилась. Вроде бы у нас все нормально. Я вижу, конечно, количество участников чуть-чуть снизилось. Кто-то пишет, что все хорошо, кто-то пишет, что плохо слышно. Но мы продолжаем. Все, кто не смогут посмотреть сейчас, смогут посмотреть в записи. Пойдем дальше. Хочу отметить, наверное, следующий пункт, что спрос на студенческое жилье прям кратно увеличился в 2023 году и повысилась стоимость. В первую очередь в связи с инфляцией. Стоимость повысилась некритично в пределах 10-15%. Но вот спрос на студенческое жилье. Могу привести пример, что мы общались с некоторыми общежитиями и их администрацией. На комнаты бюджетных категорий 400-500 евро бывает от 15 до 50 заявок на каждую комнату. А иногда даже больше. Поэтому мы крайне рекомендуем жильем заниматься заранее. И, может быть, где-то снизить свои критерии на первый год по выбору жилья. Если ехать 19 минут к университету, я думаю, это не критично. И если вам пришел оффер, хорошенько подумать, прежде чем от него отказываться. Мила, расскажи, пожалуйста, в каких случаях может возникнуть необходимость подачи на ВНЖ через другие страны? И какие страны это могут быть? Такое действительно применимо, если вы вдруг оказались не в стране своего гражданства. Особенно сейчас это актуально для граждан России, Беларуси. Да, те люди, кто находятся за пределами своей родной страны, если они хотят подать заявление на вид на жительство австрийский, они могут действовать из этой третьей страны при условии, что в третьей стране есть легализация. То есть вы легально находитесь где-то еще за рубежом. Просто в качестве примера предположим, что у нас гражданин России уехал в Армению и в Армении легализовался, получил вид на жительство. Вот тогда можно подавать документы через Армению. И как вы можете предполагать, такие кейсы достаточно сейчас популярны и очень хорошо работает система, документы подать на ВНЖ можно, если вы легализованы. Да, и мы можем отметить, что в 2023 году, как и раньше, не было ни одного безосновательного отказа по студенческим и семейным видам на жительство. Это значит, что если ваши документы оформлены правильным образом, вовремя поданы, есть подтверждение достаточного наличия финансовых средств, все оформлено корректно и так далее, здесь как в противовес другим странам, где отказывают без причин и без объяснения, Австрия в этом плане смотрит более корректно и более лояльно. Поэтому можно порадоваться за всех, кто получил вид на жительство в этом году. А сейчас мы углубимся в каждую из тем и постараемся ее чуть больше раскрыть. И, возможно, для кого-то покажется, что мы достаточно негативим, но мы хотим снять розовые очки с большинства, у кого они надеты, потому что, как мы часто говорим, розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Поэтому просьба эту информацию воспринимать, взять себе на заметку и лучше, как говорится, быть предупрежденным, значит, вооруженным и знать, как с этим действовать и столкнуться с реальностью такой, какая она есть. И мы постараемся это достаточно подробно подсветить. При этом ничего критичного или фатального не произошло, если к этому относиться с полной ответственностью, серьезностью и готовиться заранее. Начнем, наверное, со сложностей при получении языковых сертификатов. Мила, подсвети, пожалуйста, ситуацию в 2023 году, что было, с чем мы столкнулись, с чем столкнулись наши абитуриенты и как это мы предлагаем решать. Я думаю, что если вы интересуетесь темами высшего образования за рубежом, то вы уже знаете, что некоторые организации, которые могли бы выдать языковые сертификаты международного образца, ушли из России, Украины, Беларуси. И это значит, что вот на примере IELTS, языковой сертификат IELTS в этих странах получить, к сожалению, нельзя. А если вы хотите учиться на английском языке, то вам нужен международный сертификат английского языка. Если вы хотите учиться на немецком языке, вам нужен сертификат немецкого, соответственно. Мила, давай прервемся. Много жалоб на звук. Давайте минутку возьмем, проверим звук, потому что очень много комментариев. Так, давайте сделаем, вот нас сейчас, вижу, 72 участника. Все в порядке, пишут. Есть вариант перезапуститься, но это немножко собьет нам техническую динамику. Со звуком все в порядке. Если мы получим 10 подтверждений, что со звуком все в порядке, поставьте три плюсика, у кого все окей. Если да, потому что я Милу слышу хорошо, она меня слышит хорошо, и мы пойдем так, ни звука, ни картинки. Из комментариев большинство, у кого все хорошо, перезапускаться будет немножко некомфортно. Давайте мы продолжим. У кого нет ни звука, ни картинки, и перезапуск не помогает, попробуйте воспользоваться другим устройством. Возьмите другой телефон или запустите с компьютера. И если это не поможет, мы обязательно опубликуем запись. Вы сможете пересмотреть наши записи и написать нам сегодня комментарии, и мы постараемся на них ответить. Наверное, пойдем дальше, Мила? Да, я остановилась на том, что некоторые сертификаты действительно невозможно в оригинальном бумажном виде получить в таких странах, как Россия, Украина и Беларусь. Но хорошая новость в том, что экзаменационные центры это тоже понимают и тоже проводят онлайн-форматы. Например, TOEFL можно сдавать в онлайн-формате, получить свой цифровой сертификат и с этим сертификатом подавать документы в университеты. С дьетой сертификатами или сертификатами немецкого языка такого цифрового аналога, к сожалению, не предусмотрено. Но хорошая новость в том, что ГИОТЭ даже из России, например, никуда не уходил. Но в этом году с каким поразительным явлением мы столкнулись, что ГИОТЭ институт решил уйти на каникулы раньше срока и просто закрыл экзаменационные центры на лето, просто отменив экзамен. Поэтому, если вы все откладываете на последний момент, думаете, что в самый последний момент все-таки удастся сходить на экзамен и его сдать и получить сертификат, то вот вам примеры текущего года. И в итоге получилось так, что те ребята, кто сдавал на языковые сертификаты экзамены до мая, все спокойно получили сертификаты, все спокойно переехали. А если говорить про тех, кто планировал сдачу экзамена и сертификат в июне, в июле и в августе, вот там действительно пришлось потратить больше сил, времени и денег, потому что пришлось ездить в другие языковые центры, в другие страны и выдумывать какие-то альтернативные решения. Поэтому не делайте так. И идем дальше. Как обстояли дела со сроками оформления апостиля? Что мы можем об этом рассказать? Да, с удовольствием поделюсь, расскажу реальную ситуацию. На данный момент в России и в Беларуси есть проблемы с проставлением апостиля на образовательные документы. Если мы будем говорить про апостилирование обычных копий или нотариальных переводов, то с этим совершенно нет никаких проблем. Но для поступления в высшие учебные заведения и на бакалавриат, и на магистратуру надо предоставлять документы о предыдущем образовании. Их надо подтвердить через специальный штамп, который ставит Министерство образования. Это и есть апостиль. И вот этот маленький штамп, который так необходим, 99% университетов так долго проставляется. В среднем от 45 дней. И в этом году Москва и Санкт-Петербург просто побили все рекорды, проставляя апостили до полугода. Видела даже такие страшилки, как до года ожидания своих документов. Как этот вопрос можно решить? Здесь важно отметить, что проставлять апостиль Министерства образования можно в любом регионе. Неважно, где вы получили аттестат или диплом, вы можете действовать через региональные представительства Министерства образования. Это значит, что если, например, у вас был получен аттестат в Москве, то чтобы не попасть вот в эту длительную очередь ожидания, можно отправиться в условную Рязань, совершить такую однодневную поездку, посмотреть другие российские города и решить вопрос с апостелированием буквально за несколько рабочих дней. Даже можно второй раз не ездить, отправить кого-то по доверенности или вообще получить документы почтой. Поэтому, если где-то будете читать ужасные и страшные вещи про оформление апостиля Министерства образования, помните, что есть решение, и вы можете действовать в других регионах. А также некоторые университеты по-прежнему не требуют проставления апостиля на оригиналах. Но здесь я все-таки отмечу, что это исключение из правил, и это послабление, которое связано с военными действиями. Это послабление вступило в силу полтора года назад. Сколько еще оно будет действовать, мы с вами знать не можем. Поэтому надо держать руку на пульсе и постоянно перепроверять информацию. Спасибо. Про апостиль, я думаю, мы тему раскрыли. Мы видели вопросы про апостиль в Великобритании. Если коротко, в большинстве случаев да, нужно оформлять апостиль на британские документы, так как это уже не ЕС и не Шенген, но об этом мы подробнее расскажем на индивидуальной консультации. И это зависит еще от вуза, куда вы подаете. Сейчас пойдем дальше. Я коротко расскажу про необходимость и возможность заказа присяжного перевода в Австрии, а не в своей стране. И с чем это связано? Во-первых, некоторые университеты обязательно требуют, чтобы ваши документы были предоставлены, во-первых, в оригинале, во-вторых, именно с присяжным австрийским переводом. Даже не с немецким, с Германией, а именно австрийским. Для этого обязательно нужно отправлять документы в Австрию, чтобы австрийский присяжный переводчик их перевел и заверил. И пакет документов этот должен быть отправлен в приемную комиссию университета с оригиналами. И в таком случае это точно оказывается и быстрее, чем пытаться что-то делать через другие апостилы. И это единственная возможность. Но иногда бывает такое, что вузы принимают и такой вариант, и вариант оформления перевода у себя в стране. Если делать документы у себя в стране, это значит, после проставления апостиля Министерства обрания нужно сделать нотариально-зверьный перевод, после этого сделать апостиль Министерства юстиции и отправить тогда документы в приемную комиссию. Иногда это получается дороже и дольше, чем это делать по первому варианту. И так как в любом случае... Да, мне есть что добавить. Я хочу здесь послаться на то, что у нас совсем недавно был эфир про заверения и про переводы. Поэтому если кто-то не разобрался, как оформлять заверения, как оформлять перевод, и у вас остались вопросы, можно вернуться к тому нашему тематическому вебинару. Но также мы в индивидуальном порядке разбираем, поэтому если вам нужна консультация конкретно по вашим документам, можете нам написать, мы индивидуальную встречу назначим. Мила, давай поговорим про более тщательную обработку заявлений университетами, с чем мы столкнулись в 2023 году и о чем мы часто предупреждаем, что не всегда прописано на сайтах университетов. Первый пункт. Мы должны с вами понимать, что для поступления нам нужны образовательные документы из тех стран, где мы учились до этого. И зачастую дополнительно к образовательным документам надо предоставить еще подтверждение, что обязательные государственные экзамены были сданы. То есть в России это называется ЕГЭ, в Казахстане это называется ЕНТ. Даже во многих европейских странах и странах Евросоюза есть выпускные экзамены, результаты которых могут запрашивать австрийские университеты. Да, вот, например, я видела, что кто-то на Кипре проживает и планирует переезд, видимо, в Австрию из Кипра. У вас есть, например, Панкиприус. Результаты Панкиприуса, да, вузы могут запрашивать. Поэтому, даже если вы целитесь на образование за рубежом, это значит, что ваше предыдущее образование в своей стране должно быть полностью завершено, экзамены хотя бы просто на проходные баллы сданы, ни в коем случае не отказывайтесь от участия в выпускных экзаменах. На случай, если университет запросит у вас документы, вы сможете подтвердить, что во всяком случае в своей стране образование вы закончили, экзамены выпускные сдали. Это очень-очень важный момент. Хотя нигде он практически не будет прописан на сайтах университетов. Что делать тем, у кого аттестат получен до ЕГЭ? Ответим сразу. Ну, здесь с удовольствием, да, отвечу, что если аттестат получен до ЕГЭ, мы уже спокойно можем этим аттестатом пользоваться, подавать его в университет и использовать. Но если вдруг университет у вас позже во время работы с вашими документами спросит что-либо про ЕГЭ, в это время результаты ЕГЭ уже придут, и вы сможете подтвердить, что да, в своей стране экзамены вы сдавали. Я вопрос понял по-другому. Если имеется в виду, что аттестат был получен в принципе до того, как была введена система ЕГЭ, то я предполагаю, что, наверное, вы получали и какое-то высшее образование или специальное образование, и кроме школьного аттестата есть диплом о высшем образовании, тогда можно работать сразу с последним полным законченным образованием, например, бакалавриатом, специалитетом или магистратурой. Но если поддаваться на магистратуру с дипломом магистра, обязательно нужно иметь еще и диплом бакалавра или специалиста. Такое короткое отступление. Да, здесь я просто еще раз подсвечу, что это не стопроцентное вероятное, что вас запросят эти результаты ЕГЭ или ЕНТ. Мы просто столкнулись на протяжении последнего года с тем, что в исключительных, да, в избирательных случаях университеты могут данную информацию запросить. И чтобы вы были во всеоружии, мы об этом сегодня и говорим. Да, тоже касается, граждане Украины иногда требовали, особенно в 2021 году, результаты ЗНО. Хотя этого не было в официальных списках документов, и не все клиенты наши были готовы заранее это готовить, потому что этого не было на сайтах университетов. И все-таки расстраивались, когда, несмотря на то, что мы их предупреждали, им приходил запрос на донесение этих документов, которого можно было бы избежать. Да, и я вот вижу у Антона в комментариях в чате, что это старый тестат ЕГЭ, соответственно, не сдавали. Если вы можете записаться на экзамены ЕГЭ, то лучше это сделать. Если вы не можете записаться на экзамены ЕГЭ, то подавайте документы в несколько университетов, чтобы перестраховаться. Да. Ну и последний пункт у нас был на предыдущем слайде, о том, что на самом-то деле ситуация стандартная. Да, и сроки обработки документов, и требования к документам, и дополнительные запросы, это все стандартные условия, и всегда есть сезонность, когда в январе, июле и августе документы обрабатываются дольше, чем в другие месяцы. Поэтому без паники очень скоро все вернется на круги своя. Но для тех абитуриентов, кто подает документы, скажем, в менее загруженные месяцы, например, май-июнь, по нашему опыту, если стандартный срок рассмотрения документов 12 недель, у нас по опыту этого года бывали получения приглашений в течение одной недели, в течение двух недель, и даже быстрее. На этом мы не акцентируем внимание, чтобы как бы не обнадеживать слишком всех, кто планирует подавать документы позже. Поэтому рекомендация ориентироваться на стандартные сроки. Но если ваша ситуация такова, что у вас документы будут сильно заранее, в вашем случае можно чуть более оптимистично настроиться насчет рассмотрения документов. Такие прецеденты бывают, но это положительное исключение из правил, чем правило. Но мы ориентируем скорее на стандартный вариант, чем на такой идеально оптимистичный, когда сегодня подали документы, завтра их проверили. Два слова скажем про необходимость оплаты регистрационных взносов в общежитии и университеты. Большая сложность для многих это оплата регистрационных взносов, так как часто требуется иногда достаточно европейская, какая-то действующая карта, кредитная карта, куда принимают кредитную карту. Но некоторые вузы и организации требуют именно SWIFT-перевод не только с европейской, но конкретно с австрийской карты. Нашим клиентам мы помогаем с этим по возможности. Но в принципе оплаты регистрационных взносов это ответственность самого абитуриента и заявителя. Об этом тоже нужно позаботиться заранее. Но что мы хотели еще сказать, что такого требования открывать банковские счета перед приездом в Австрию такого нет. Это, конечно, облегчает вам все платежные необходимости, но такого требования нет. И важный момент для граждан Российской Федерации SWIFT-переводы в Европу, особенно за образование, за общежитие, они до сих пор работают в ограниченном режиме. Есть не очень много банков, порядка 10 банков, кто проводит эти платежи. Самые популярные это Райфайзен и ОТП. И по-прежнему эти SWIFT-переводы проходят, если есть договор, инвойс и другие документы. Мила, что можешь дополнить по этому слайду? Наверное, дополню, что несмотря на весь этот бардак с международными переводами и постоянно меняющиеся правила, всем удалось найти решение, всем удалось все оплатить. Конечно же, те ребята, кто приехали на обучение, уже имея карты других стран, например, Казахстана, Таджикистана, другие страны, которые позволяют россиянам открыть банковские счета. Такие студенты с такими картами могут полноценно везде расплачиваться и не переживать. Но при этом можно ввозить наличные, по-прежнему открывают банковские счета. Мы дальше тоже об этом поговорим. Так что все нормально. Мы на предыдущих слайдах говорили о необходимости отправки оригиналов документов в Австрию. Также есть один важный нюанс, что некоторые университеты до сих пор присылают приглашение в бумажном физическом виде с мокрой печатью на адрес прописки абитуриента. И в текущей ситуации доставка почты может занять даже до трех месяцев, если вообще дойдет. Поэтому лучше всегда иметь доверенное лицо в Австрии, кто может хотя бы держать связь с университетом и уточнять статус доставки документов, хотя это тоже очень затруднительно делать. Или лучший вариант получить документы по доверенности на местный адрес. Это нужно иметь в виду. Также важное ограничение в этом году это количество доступных мест в студенческих общежитиях. Из-за повышенного спроса количество доступных мест в общежитиях просто кратно сократилось. И мы общались, я уже говорил, с администрацией общежитий некоторых. Нам сообщили о том, что конкурс составляет от 15 до 50 человек на место. И даже если бюджетом 400, 500, 600 евро. Поэтому очень важно своевременно заниматься поиском жилья и писать индивидуальные запросы, не только делать общую заявку, но и писать индивидуальные запросы в общежитие и быть в постоянной связи с общежитием. Если бюджет у вас стоит, скажем, приоритетней, чем более раннее начало учебы, тогда, возможно, есть смысл рассматривать приезд на учебу на следующий семестр, если в вашей ситуации такой вариант приемлем. Тогда, если у вас есть хотя бы полгода на поиске бронирования студенческого общежития, тогда больше вероятность найти более доступное и подходящее место для проживания, чем когда вам нужно уже через месяц, два или три подаваться на видное жительство или даже приехать в Австрию. И мы про стоимость общежития уже говорили, примерно на 15-20% выросла стоимость в общежитиях. Это тоже нужно учитывать. Снова затронем тему наличия или отсутствия отказов по виду на жительство. Мила, что ты расскажешь нам про получение ВНЖ в 2023 году и какие у нас ожидания, судя по текущим тенденциям? Хорошая новость в том, что рассмотрение документов происходит в целом в стандартные сроки. Да, конечно, сезонность здесь также присутствует и можно говорить о том, что где-то теперь подольше рассматривают документы, чем условно год назад или полгода назад, но при этом стандартные сроки именно 90 дней на вынесение решения, они, как правило, соблюдаются, да, никаких критичных задержек, во всяком случае, в этом семестре пока, ну, на данный момент не было и не ожидаем. Поэтому можно тут тоже немножко выдохнуть и также успокоиться от того факта, что нет отказов по студенческим видам на жительство без объяснения причин. То есть в Австрии, когда вы подаете заявление на вид на жительство и вы, предположим, не смогли предоставить какой-то документ или есть какая-то проблема в вашем заявлении, магистрат связывается с вами предварительно и дает возможность свое заявление скорректировать, донести какие-то недостающие документы. То есть вы не просто сидите, ждете в каком-то неведении, а вы знаете, что вы либо получите положительный ответ, либо вы получите запрос на донесение, который можно будет отработать. Поэтому мы здесь с такой радостью и гордостью можем сказать, что в нашей практике все заявления на вид на жительство, они одобрены. Это тоже самое касается и семейных видов на жительство для тех, кто переезжает вместе со студентами на учебу. Поэтому здесь статистика действительно очень-очень хорошая. И отдельно хорошо, что можно предоставлять финансовые гарантии из своих родных стран. То есть деньги, которые хранятся у вас на банковских счетах в Украине, в России или в Беларуси, магистраты, миграционные власти принимают и спокойно могут выдать одобрение вашего заявления на вид на жительство, даже если у вас еще нет никаких евровых счетов и у вас нет валюты. И это очень сильно отличается от политики других стран, потому что, например, какую информацию мы имеем, Словакия, например, даже не принимает заявления на получение вида на жительство и сразу отказывает в приеме документов, даже не рассматривая документы. И в некоторых других странах аналогично. И тут Австрия положительно выделяется на этом фоне. также у нас в этом году был неоднократный опыт подачи документов из третьих стран. Что мы под этим имеем в виду? Мила, тебе слово. В начале нашего эфира я уже говорила, что участились такие ситуации, когда нужно подать свое заявление на вид на жительство из других стран, потому что люди уже куда-то переехали, уже где-то обосновались, но дальше хотят стремяться в последующем в Европу переехать. И здесь очень важный комментарий, что вы должны не просто получить вид на жительство, разрешение на пребывание в новой стране, а еще вы должны подготовить и местные документы тоже. Например, если у вас условно гражданство Беларуси, а вы переехали в Азербайджан и будете из Азербайджана из Баку делать свое заявление на вид на жительство, позаботьтесь, чтобы у вас была местная справка об отсутствии судимости. И да, это просто пример, один из документов, которого смогут запросить. Поэтому, когда нам задают вопросы, а можно ли просто записаться куда-то в посольство Австрии в любой точке мира, к сожалению, так это не работает. И если вы планируете свой переезд в Австрию через окольные пути, через другие страны, вам придется там легализоваться. Два слова про сложности с планированием визитом во все инстанции. Неважно, это до приезда в Австрию, например, как мило затронуло тему получения записи или на немецком термина в консульство Австрии, неважно в какой стране. Настолько высокий спрос и проблема отсутствия записи на ближайшие недели, а то и месяцы, что по нашим подсчетам, если вы тратите на онлайн запись для получения термина в консульстве Австрии больше 15 секунд, а иногда даже 7 секунд с момента появления этой записи в онлайне, то кто-то другой окажется шустрее и заберет запись. И вот 15 секунд, 7 секунд наш как бы рекорд, чтобы получить такую запись. Но такая катастрофическая ситуация не везде и не всегда, а вот в сентябре и в августе это было очень выражено, но при этом многие инстанции и вузы, и курсы при университете, и посольства, и магистраты принимают строго по записи и нужно везде бронировать такие термины заранее. И иногда нужно ждать свободное окошко от нескольких дней до даже 3-4 недель и постоянно мониторить наличие свободных окошек. Кто-то отказался, кто-то передумал или появились новые окошки и можно быстро, своевременно зарегистрироваться. Но вот проблематика такая существует, если об этом не знать, можно потерять до месяца, а то и двух времени. И что еще касается последовательности этапов, если мы говорим уже про фактический приезд в Австрию, все необходимые шаги, они вот так как требуют предварительной записи и у кого плотный очень график и ограниченный во времени, например, в связи с наличием свободных дней по Шенгенвизе, нужно сделать предварительную регистрацию на курсы при университете, нужно прийти на курсы при университете лично записаться, нужно предварительно показать, сделать запись в сам университет на получение студенческого предварительную запись, на получение прописки, сейчас ее нет, сейчас можно в порядке живой очереди, но лучше все равно по записи идти, то же самое про страховку, то же самое для подачи в магистрат, иногда есть дополнительный термин на дополнительную проверку документов и проверку личности, так называемый персонализирован термин, вот это все происходит по записи, запись за записи, и это нужно все сопоставить в правильную логическую цепочку, потому что страховку без прописки оформить невозможно, там и без студенческих документов, и все друг от друга зависит, поэтому нужно в этом разобраться, вот этой пошаговости и правильно спланировать. Да, ключевая новинка какая, что даже там, где раньше можно было в порядке общей очереди решить вопросы, не знаю, два часа в очереди постоять, и потом бы приняли, теперь так точно не работает, и даже когда вы на языковые курсы придете консультироваться или записываться только по очереди, только на конкретную дату, на конкретное время, поэтому мы в этом семестре, да, как менеджеры, кто занимается сопровождением, эти термины просто, мне кажется, уже в кошмарном сне нам будут сниться, потому что их везде, 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 на каждом этапе очень много. И, возможно, одно из таких напоминаний, Мила, тебе слово, с чем, что хорошего, среди всего плохого, что происходит. Да, хорошо то, что Австрия сохраняет нейтралитет и здесь нет никакой дискриминации по национальному признаку, по признаку гражданства, более того, это незаконно, это наказуемо, то есть это преступление в Австрии, поэтому здесь можно говорить о том, что действительно очень комфортная, толерантная атмосфера и нет каких-то необоснованных, да, субъективных проблем только на основании гражданства. Все абсолютно честно, все на равных. И я бы еще здесь хотела обратить ваше внимание, что если вы уже работаете с экспертами или с агентством и у вас есть экспертная персональная информация, я бы, наверное, посоветовала чуть меньше времени уделять чатам или форумам, потому что я даже по своим клиентам в работе вижу, насколько меняется эмоциональный фон после вот такой коммуникации, поэтому если вы что-то читаете в интернете, старайтесь, да, сопоставлять это с реальными источниками, реально ли есть такой закон или просто что-то не так в коммуникации в чатах или телеграм-каналах, поэтому критически относитесь к любой информации, которую вы получаете в каких-то открытых онлайн-источниках и станет чуть легче жить эмоционально точно. Так, идем дальше. Сейчас, да. И один из важных, одно из важных напоминаний, можно сказать, австрийские университеты вернулись к стандартному оффлайн-формату работы, при котором необходимо личное присутствие абитуриентов при регистрации и также требуется личное посещение и очное посещение занятий. Поэтому очень важно планировать время, если вы планируете приезд по шенгенской визе, и очень важно учитывать все сроки подачи на студенческий вид на жительство, чтобы избежать ситуации, когда вам нужно регистрироваться на курсы, а виза закончилась, а ВНЖ уже еще не одобрен. Поэтому планирование наше все и иногда в каких-то ситуациях оптимальней подождать один семестр и планомерно все выполнить. Иногда есть смысл задаться вопросом получения шенгенской визы, приехать в Австрию для всех регистраций и подачи, возможно, даже на ВНЖ через шенген-визу, что происходит в исключительных случаях. Мы с этим тоже работаем. Иногда бывает ситуация, когда это необходимо и когда это возможно. но часто все сводится к тому, что оптимальней, особенно если сроки сжатые, делать все планомерно через подачу на вид на жительство, получение визы D, приезду по визе D австрийской и уже планомерному началу учебы в Австрии с одобренным видом на жительство. Мила, что на этом этапе есть у тебя добавить? Я здесь скажу только то, что с какой бы компанией вы не заключили договор и кто бы вас не сопровождал на этом пути, помните, что университет ожидает студента, курсы ожидают студента и никаким образом вопросы очной регистрации, личной явки и вашего физического участия, кроме вашего присутствия, закрыть никак нельзя. Поэтому не верьте, если кто-то вам обещает онлайн-регистрации или что-то что-то такое невозможное на данный момент. Все зависит только от вас. Ну, наверное, отметить, что онлайн-регистрации в каких-то местах существуют, но это является предварительной регистрацией, при этом без личного присутствия почти никакой ВУЗ уже после окончания всех ограничений по ковиду не допускает и личное присутствие необходимо в большинстве университетов. Так что об этом нужно помнить, нужно к этому серьезно относиться. Да, Мила, слышу, ты хочешь помнить что-то? Нет, здесь на самом деле просто очень логичный комментарий, что если вы переезжаете на учебу в другую страну, то действительно надо быть готовыми поехать физически туда и, возможно, не один раз, да, один раз приехать на регистрацию, второй раз уже полноценно переезжать, поэтому очень важно свое время планировать и визовый вопрос тоже заранее решать. Я, наверное, расширю свою мысль. Если вы планируете переехать на учебу, то нужно быть готовым к двум вещам, к тому, что нужно будет переехать и нужно будет учиться. Об этом, наверное, о втором пункте тоже некоторые студенты запоминают и пренебрегают академической успеваемостью, что потом чревато сложностями с продлением вида на жительство. Наверное, на этом этапе все равно об этом нужно сказать, что если все-таки вы осознанно подходите к вашему переезду с целью получения высшего образования в Австрии, учиться придется, уделять время университету придется много и учиться, в принципе, на любом языке в любой стране, даже если родная страна, сложно, энергозатратно, трудозатратно, к этому нужно быть готовым и ментально, и финансово, и в плане времени. То есть совмещать полностью учебу, по крайней мере, первое время с 40-часовой рабочей неделей полноценной почти нереально, к этому тоже нужно относиться серьезно, но совмещать учебу с работой точно можно, тем более Австрия дает возможность студентам работать до 20 часов в неделю, то есть полрабочего дня, такая возможность тоже имеется. Давай подведем итог и расскажем наверное еще про не самую очевидную возможность именно про семейную релокацию в Австрию через высшее образование, что мы под этим подразумеваем, я коротко дам вводные данные, ты может быть что-нибудь дополнишь. Австрия одна из немногих стран, которая позволяет всей семье, имеется ввиду там первый круг семьи это супруг-супруга и дети переехать одновременно в Австрию, если один из родителей, например, супруг или супруга поступили в университет, остальные члены семьи имеют право получить семейный вид на жительство студента и переехать одновременно, то есть подать заявление на получение вид на жительство одновременно с основным заявителем студента и после приезда получить, во-первых, льготную страховку на условиях студента, во-вторых, дети имеют право быть зачислены и в государственные детские сады и в государственные школы, а посещение школы в Австрии обязательно с 6 до 16 лет, поэтому это классный вариант для осознанного переезда, долгосрочного переезда и семейные релокации в Европу через высшее образование. Давай, наверное, резюмируем, что произошло за 23-й год, чего мы ожидаем на 24-й год и чем мы можем быть полезны. Да, мы здесь сделали такой удобный формат, сразу в таких пузырьках отобразили ключевые трудности, с которыми сталкиваются студенты. Да, действительно, стало несколько сложнее готовить документы, да, постель долго ставится, не везде можно языковой экзамен сдать, но тут тоже есть решение. Действительно, сейчас можно чуть дольше ждать обработку документов, но в целом я бы сказала, что сохраняется тенденция такой сезонности, и да, сейчас в сентябре приходится дольше ждать, чем условно в марте или в апреле, и это совершенно нормально, так было и раньше. Но что категорически отличается от предыдущих лет, это очень высокое эмоциональное напряжение, и мы это прекрасно понимаем, потому что многие страны резко меняют свою политику или отклоняют безосновательно заявление на виды нажительства, то есть, конечно, в такой турбулентности сложно сохранять какой-то баланс и спокойствие, но Австрия все-таки абсолютно здесь толерантна, лояльна, и документы из ваших стран тоже можно предоставлять получать спокойный вид на жительство. Но перед тем, как заниматься вопросом вида на жительство, помните, что вам надо забронировать в Австрии жилье. На данный момент с бронированием студенческих общежитий не все так просто, мы уже сказали, что много мест в общежитиях занято, и они тоже не освобождаются каждый семестр, те люди, которые заехали в общежитие, они продолжают там жить, они продолжают учиться, учеба стандартно на бакалавриате это 3 года, на магистратуре 2 года, при том, что может быть такое, что человек захочет подольше учиться и будет учиться не 3 года, а 4, например, так тоже можно в Австрии делать. Это, кстати, очень крутой пункт для тех, кто хочет параллельно с учебой, например, работать или заниматься с семьей, потому что можно свою учебу структурировать так, чтобы оставалось время на жизнь, на работу и на все остальные дела. Поэтому, да, с жильем трудности определенные есть, но мы опять говорим о том, что это стандартная ситуация, с жильем никогда не было как-то особенно просто, никогда не было такого, что можно за один день, за два дня такую бронь легко и быстро сделать, если это, конечно, не какой-то дорогой вариант с гибкими онлайн-системами бронирования. И также отмечу, что есть проблемы, скажем так, разного масштаба в разных городах. В Вене из-за того, что очень много сетей студенческих общежитий, все-таки с жильем ситуация лучше, чем в небольших городах. Поэтому я видела в чате вопросы, а когда же надо заниматься бронированием, это очень комплексный вопрос, и он зависит от того, куда вы едете, в какой город, точно ли у вас будет приглашение или не точно, точно ли у вас будут документы. Поэтому, чтобы на ваши вопросы ответить, конечно, надо погружаться в кейс. Хорошая новость в чем, что на всех этих этапах со всеми этими трудностями мы помогаем, мы сопровождаем, мы находим решение, и иногда буквально предугадываем, что еще может возникнуть, что еще у вас могут спросить, где подстелить соломки. Поэтому, если вам необходимо такое сопровождение или просто экспертная консультация, если вы хотите самостоятельно заниматься этими вопросами, напишите нам, и мы подберем подходящую для вас услугу. Ну, возможно, слушателей наших немного сегодня взбодрили или напугали, не знаю, как правильно это сказать, но ключевая мысль, что несмотря на все эти сложности, и поступление, и переезд возможен, и для молодых абитуриентов, несовершеннолетних и для совершеннолетних молодых профессионалов, и для семейной релокации есть варианты, и мы готовы оказывать свое содействие, сопровождать, помогать, курировать, и важный нюанс, то есть мы все свои компетенции и профессиональные навыки готовы предоставить, важный нюанс, что как бы за вас никто это не сделает, и без вашего содействия, без вашей вовлеченности, оперативности и следования нашим экспертным рекомендациям, все получится либо сложнее, либо что-то может не получиться, но слава богу, по опыту наших уже 14 лет мы находим всегда возможности, и это говорят и публичные отзывы, и видео отзывы, которыми делятся студенты, и вот кому интересно, можете почитать реальные истории студентов, кто поделился своим опытом переезда на странице Google, Facebook, в YouTube у нас, в Instagram, можете ознакомиться, мы рады такой обратной связи, мы положительно относимся к любой критической обратной связи, где мы можем улучшить качество нашей работы, но так как подавляющее большинство, наверное, 98-99% только положительные отзывы, это о чем-то уже говорит, и мы готовы оказывать и личное, и индивидуальное сопровождение на всех этапах, и можем быть полезны на этапе подбора специальности поступления в университет, подбора бронирования необходимого жилья, будь то студенческие общежития или апартаменты, будь то оказание сопровождения при оформлении вида на жительство и личного сопровождения в Австрии для открытия банковского счета, прописки, страховки, регистрации на курсы в университеты, получения карточки вида на жительство и так далее. Также мы можем оказывать информационную поддержку в течение первого месяца пребывания, первого учебного года и на более длительный срок и помогаем тем студентам, кому нужно содействие в продлении вида на жительство через год, потому что вида на жительство выдается на год с правом продления каждый год на месте в Австрии. И наши услуги можно заказать от 219 евро до 9595 евро. То есть вилка цен очень разная, но мы предпочитаем работать индивидуально и подбирать ту комбинацию задач и услуг, которая нужна именно вам. Кому-то, например, не требуется оформление вида на жительство, кому-то требуется все сразу, кому-то требуется только помощь в поступлении, поэтому мы рассматриваем каждый запрос индивидуально. Вы можете нам писать любым удобным способом, либо там WhatsApp, Telegram, email, Instagram, что угодно. Мы на связи и готовы оказать наше содействие. Вот наши контакты. Если вы смотрите с компьютера, отсканируйте QR-код телефоном или сделайте скриншот, чтобы после отсканировать, или просто напишите по указанным реквизитам. И к вам большой вопрос. А, нет, вот два слова еще про консультацию. Для тех, кто дослушал нас сегодня, у нас минус 10% на нашу консультацию по этому промокоду EDUWEB 060923. Этот промокод действует до 15 сентября. И мы можем оказать консультацию, погрузившись в ваши вводные данные, обсудить стратегию вашего переезда, подобрать специальности, рассказать про необходимые документы для поступления, про особенности поиска жилья и какое жилье вам могло бы подойти. Затронем тему документов для получения вид на жительство и расскажем про этап регистрации после приезда в Австрию. После оказания такой консультации, если вы решите, что дальнейшая помощь вам понадобится, наше сопровождение, вы выберете какой-то из пакетов услуг, стоимость консультации будет вычтена из общей стоимости договора и будет вычтена из стоимости предоплаты, поэтому это беспровощный вариант, кто решит работать именно с нами. И на этом этапе мы хотим в первую очередь запросить вашу обратную связь, насколько было полезно, поставьте нам какие-то реакции, плюсики, сердечки, огонечки, или наоборот напишите, что вам не понравилось, может быть, ваши ожидания не совпали с нашим выступлением. ждем с нашей реальностью, ждем коротко вашей обратной связи и от 19.12 в 19.13 по венскому времени мы готовы отвечать на ваши вопросы, постараемся компактно до 19.30 на них ответить, все вопросы, которые были заданы до этого, пожалуйста, продублируйте, скопируйте еще раз, напишите еще раз, и мы отсечка 19.13 пойдем, но ждем обратной связи, пожалуйста, поставьте нам какие-то реакции, тоже будет не лишним. Бонус для всех, кто нас слушает до конца, получит все обязательно. Начнем про катапсов, про катапсов, пожалуйста, Антон, продублируйте ваш вопрос, мы его видели, но, как договорились, вот 19.13 наша отсечка, или вот 19.12 начнем. Лера, подскажите, если я планирую поступить в Венский главный университет на осенний семестр 24-го года, то есть ровно через год. Нужно ли сейчас искать общежитие, или это можно сделать позже? Имеет ли смысл его искать, если пока нет приглашения университета? Лера, тут вопрос к вам, когда вы хотите фактически приехать, потому что, если вы получите приглашение на осенний семестр, а приедете через полгода позже на летний семестр, уже 25-го года, тогда нужно бронировать и искать общежитие на весну 25-го года, февраль-март 25-го года. Если вы 100% хотите приехать на 1-го сентября, например, 24-го года, то нужно задаться подбором и поиском жилья уже там за 6 месяцев хотя бы, уже с марта месяца или раньше можно этим заниматься. спасибо, было очень интересно, мы очень старались. Антон Лапшин, сейчас найду ваш вопрос про катапсов, не видел ваш вопрос полностью, если вы спрашивали, можно ли переезжать с питомцами, можно и нужно, потому что таких пушистых друзей бросать в беде нельзя, у нас был об этом опыт и об этом короткий либо комментарий, либо видео было, у нас несколько кейсов в этом году были, Мила, расскажи про переезд с питомцами, два слова. Ну, я даже могу сказать, что у меня переезд с питомцами, да, когда у меня два кота переехали, то совершенно никаких проблем нет, можно животных перевезти, конечно, когда вы ищете жилье с животными, возможно такое, что ваша арена будет стоить несколько дороже, просто за счет того, что закладываются дополнительные риски, порчи и имущества, поэтому надо быть готовым и нести финансовую ответственность за своих питомцев. Но проблем никаких нет, можно арендовать жилье, студенческих общежитий с правом размещения животных совсем немного, но если мы говорим про апартаменты или про какую-то частную аренду, то, конечно, здесь гораздо больше выбор, так что и собаки, и коты в этом семестре переехали благополучно за счет релокации и своих хозяев все хорошо, кайфуют от венских тротуаров, венских парков, и я недавно у своего клиента спрашивала, что как вам Вена, как дела, у него был первый ответ, что собаке все очень нравится, поэтому с котопцов все в порядке. Прекрасно. Артем спрашивает, останется ли возможность в 2024 году подтвердить знание немецкого языка школьным аттестатом вместо сертификата. Останется такая возможность или нет? Пока есть, но останется она или нет, мы не знаем, в будущем заглядном мы научились. Предпосылки для этого есть, но если есть возможность сдать хотя бы на А2 какой-либо сертификат, тогда на какой-либо сертификат лучше это сделать. Я тогда здесь еще сделаю, можно так сказать, подарок Антону. Вы внимательно посмотрите, что хочет видеть ваш университет. И если в вашем университете выбранном австрийском вузе есть еще языковой центр, посмотрите, может быть, у них есть онлайн-курсы, которые выдают сертификат, который принимает университет. Если не разберетесь, можете прийти на консультацию, мы всегда на консультациях это проговариваем, ищем все варианты в немецкий язык. Можешь взять следующий вопрос от Ольги. Итак, если документы подали до 5 сентября в университет, сколько ждать ответа примерно? Ольга, смотрите, здесь нет единой динамики, сколько нужно ждать свой ответ. Если вы подали документы до 5 сентября, это значит, что вы, вероятно, в дедлайн все-таки уложились, если ваш университет до 5 сентября их принимал, теперь задача набраться терпения и ждать. Максимум, сколько вы можете ждать, это 12 недель. Как правило, приходят все-таки ответы быстрее, но предсказать, когда придет приглашение, просто невозможно. И следующий вопрос от Ольги. Можно ли подаваться в австрийский вуз, находясь уже в Австрии, на языковых курсах? для того, чтобы подать заявление в австрийский университет, не нужно быть на территории Австрии. Если вуз требует онлайн-заявку, то здесь абсолютно неважно, где вы находитесь. Если вуз требует получить оригиналы ваших документов, то это можно решить за счет почты. Очень многие приемные комиссии в принципе не принимают заявителей лично, то есть даже нельзя прийти в приемную комиссию и лично в руки документы отдать. Поэтому почта, заказное письмо, наше все. И есть ли возможность трансфера с международной программы на такую же в Австрию? Здесь важно, что трансфера, то есть перевода между университетами нет, но при этом если вы подаете заявление в университет и показываете выписку о прохождении уже каких-то предметов в своем университете и они повторяются с тем, что вы будете проходить в Австрии, вы можете просить перезачет, то есть вы можете сократить продолжительность своего обучения, но это всегда решает ваша кафедра, ваш факультет и предсказать заранее, что именно вам перезачтут, увы, просто невозможно. Супер. Очень подробный ответ. Миша спрашивает, могу я поступить в университет Вене, если я закончил колледж и поступил на третий курс университета в Украине, знание немецкого B2 сертификат. Да, Миша, вы можете поступить в университет Вене после колледжа и при учебе на третьем курсе, если у вас будет только B2, вам назначат немецкий язык на курсах при университете, если на момент регистрации у вас еще не будет C1, но вам перезачтут или вам не будут указывать в приглашении как требование школьную академическую разницу, например, математику, химию, физику, географию, историю и так далее. То есть вам нужно будет доздать немецкий язык на C1 и сдать вступительный экзамен, если такой предусмотрен на эту учебную программу. И я здесь еще сделаю дополнение, что да, конечно, Александр прав в том, что большинство университета хотят C1, но есть исключения. И если вы уже хотите как можно скорее начинать именно предметное обучение, то можно подобрать такой университет, который будет требовать уровень немецкого B2. Супер. Олеся спрашивает, животными можно жить только в ВГ? ВГ это когда комната в общей квартире, двух-трехспальная квартира, и одна из комнат сдается одному жителю. Нет, не только ВГ, есть студенческое общежитие, есть полноценный апартамент, и есть в том числе такие комнаты, но ВГ мы не занимаемся. Марина благодарит нас за эфир, мы вам благодарны за то, что вы нас слушали. Лилия спрашивает, несовершеннолетним детям нужна справка об отсутствии судимости для поступления в институт? Лилия, для университета справка о несудимости не требуется, но она нужна именно для вида нажительства. И про справку большая и важная особенность в том, что у нее срок действия три месяца, а ее оформление иногда занимает около месяца. Поэтому ее нужно своевременно заказывать, не слишком рано, потому что срок годности истечет, и позаботить об этом до подачи именно на вид на жительство. Можно ли сдавать языковой экзамен в Австрии после прохождения языковых курсов? Эльвира, здесь вопрос, о каких языковых курсах идет речь? Потому что если вы будете проходить языковые курсы на базе университета, да, они действительно заканчиваются экзаменом, который подтверждает ваш уровень C1 или B2 в некоторых университетах, и вас допускают уже до обучения на первом курсе. Если же вы говорите просто про какую-то частную поездку на какой-то языковой курс в любую из частных школ, не обязательно, что ваш курс закончится языковым экзаменом, но вы имеете право запланировать экзамен в Австрии, и здесь буквально каждый день есть экзамен SD, это австрийский языковой диплом, и он спокойно подходит для всех университетов Австрии вообще без исключения. Марина спрашивает, имеет ли смысл подаваться из Болгарии, если есть ВНЖ, или разницы особой нет? Смотря какие у вас альтернативы, помимо Болгарии, это какая-то другая была бы страна, но с видом на жительство в Болгарии можно подаваться из Болгарии, и можно изучить тему, можно ли податься напрямую в Австрии, так как Болгария это член ЕС, но не член Шенгена, это нужно уточнить. И тут зависит от типа видом на жительство, это вид на жительство на основании приобретенной недвижимости, возможно у вас вид на жительство или уже постоянное место жительства ПМЖ, Напишите ваш вопрос более подробно нам в личку, и мы на него подробнее ответим. Но выбирая условно между подачей через Болгарию или Россию, лучше через Болгарию. Так, Антон Лапшин спрашивает про случай размещения с питомцем. Есть ли успешные кейсы, насколько дороже жилье? Вроде в Вене даже общежитие было pet-friendly. Да, есть общежитие, как вы сказали, pet-friendly, которая принимает и приветствует проживание с питомцем, но такое оно одно или два всего, и туда конкурс большой. Насколько дороже, в зависимости от того, на какой бюджет вы рассчитываете, скажем, 700 евро плюс можно рассматривать и можно разместиться с питомцем. А с точки зрения изменения стоимости, если вы вдвоем, да, и, например, вы рассматриваете апартаменты, то стоимость у вас не поменяется, потому что в апартаментах могут спокойно два человека жить, да, семейная пара, например. А за собаку могут взять дополнительно, потому что это дополнительные износы объекта недвижимости. Так что здесь надо смотреть по конкретным предложениям, но в целом вы заплатите примерно одни и те же день, если вы будете вдвоем плюс собака снимать апартаменты, и если вы будете снимать апартаменты только под себя. Руслан спрашивает. Мне нужно потянуть язык. Где приоритетней? При университете или самостоятельно? Руслан, зависит от вашей текущего уровня. Если у вас есть хотя бы А2, вы можете получить приглашение и при университете доучить немецкий, но если у вас нулевой уровень, то нужно как можно скорее хотя бы до А2 доучиться, и зависит еще от вашего бюджета, от вашей ситуации. Иногда имеет смысл дома доучить до С1 и только после этого переезжать. Иногда имеет смысл получить приглашение, параллельно доучить немецкий и к моменту получения вида на жительство получить С1. Поэтому если вы подробно напишите вашу ситуацию нам в личку, мы ее постараемся рассмотреть. Лилия Чреватая пишет. Вы классные, с удовольствием вас смотрю каждый выпуск. Лилия, вам сердечко. У нас миндальная связь. Да, опять. Фрося спрашивает. Как узнать, в какие университеты надо сдать экзамен? Если сдавать, то это САД должен быть. Некоторые программы магистратуры требуют САД, но есть альтернативы, GMAT и все остальное. При обучении на английском языке нужно ли учить немецкий? Если учеба чисто на английском языке, немецкий учить не обязательно, но есть программы билингвальные, то есть где преподавание обязательно на немецком и английском, тогда нужно учить немецкий и английский. И разрешено ли, реально ли найти работу с учебным ВНЖ? И разрешено. 20 часов в неделю можно работать без ограничения по зарплате. И реально. Мы знаем очень много кейсов, наверное, в среднем процентов 40 студентов совмещают учебу с работой, но мы не рекомендуем в первый учебный год отвлекаться на работу, хотя бы со второго курса и при условии достаточной академической успеваемости отвлекать на работу от учебы, потому что цель студента – это получение высшего образования. Об этом мы говорим. Если есть возможность стараться этому уделять больше времени, но и реально, и возможно. Игорь благодарит нас. И вам спасибо за ваше присутствие, Игорь. Так, Крис спрашивает. Да, пожалуйста. Отвечу на него, да. Здесь планируется поступление на 2024-2025 год, и человек занимается восстановлением аттестата. И прежде чем вот эту сложную длительную процедуру восстановления запускать, надо разобраться, куда вы хотите подавать свои документы. Потому что большинство университетов готовы принять вместо школьного аттестата ваш диплом специалиста или диплом бакалавра, просто потому что это уже более высокая степень образования, степень обучения. И не всегда выгодно вообще поступать на основание аттестата школы. Потому что если вы не предоставите свой диплом специалиста, то вас автоматически еще на предметы 12-го класса направятся школьным аттестатом. А если вы предоставите свой диплом, то никаких предметов 12-го класса у вас не будет, и вопросов к школьному аттестату тоже не предполагается. Исключение есть. Если вы, например, на медицину целитесь, то там школьный аттестат спросят, даже если у вас есть диплом специалиста или бакалавра. Но здесь прежде чем вот эту всю восстановительную процедуру запускать, узнаете, вообще актуально ли это для вас. И вы можете написать нам в личку специальность, которая вас интересует. Может быть, мы вам еще дадим точечно какую-то рекомендацию. Или, может, будет смысл вам заказать у нас консультацию. Мы подробно погрузимся в ваш кейс. И вот, как минимум, уже такая публичная рекомендация на основании выбранной специальности. Может быть, будет достаточно вам диплома специалиста без необходимости восстановления аттестата. Антон благодарит за ответ и спрашивает, записывает ли партнера в общежитие, если он не студент, есть ли такая практика. Да, есть. Да, можно снять двухместное размещение с партнером. Но, возможно, в вашем случае по бюджету будет выгоднее снять апартаменты, чем студенческое общежитие. Так, после окончания 11 класса в Республике Беларусь обяжет ли на прохождение обязательно доп. курсов Академразницу Венский технический университет архитектуры немецкой Б2? Да, Полина, обяжут проходить обязательно курсы для компенсации академической разницы, то есть 12 класс. Здесь вопрос, что все-таки можно будет экстернами их попытаться во всяком случае закрыть. Нужно ли пытаться закрыть их экстерном? Уже другой вопрос. Потому что курсы академической разницы, да, 12 класс, это очень важный этап, который дает вам информацию, которой у вас не было просто в школьном цикле. У нас был совсем недавно эфир с моей коллегой Полиной. Я попрошу сейчас коллег тоже добавить ссылочку на этот эфир. Мы максимально подробно говорили про особенности обучения, как строится образовательный процесс, что изучается на курсах. И даже по опыту, нашему личному опыту, по опыту наших клиентов, мы видим, как важны подготовительные курсы, потому что они помогают вам просто начать с хорошим фундаментом обучения. У нас тайминг подходит к концу. Предлагаю всем, у кого остались вопросы, написать их. Вот все, что написано до 19.30, мы на все ответим, а дальше уже в личку. Алексей спрашивает, расскажите, пожалуйста, на что можно рассчитывать в плане легализации в Австрии всей семьей после получения диплома, когда учебный вид на жительство закончится? Классный вопрос, мы об этом очень много говорим. Если коротко, после окончания хотя бы бакалавриата или магистратуры в Австрии, выпускник австрийского университета имеет право на получение вида на жительство как соискателя для трудоустройства и за год после учебы имеет право искать подходящую вакансию, подходящее рабочее место, на которое он может претендовать по упрощенной схеме по сравнению с другими соискателями из третьих стран неевропейского союза. Это значит, что если вы, как выпускник австрийского вуза, нашли подходящее рабочее место и вы устраиваете работодателя, работодатель подает соответствующее заявление в магистрат, в котором просит выдать вам рабочий вид на жительство на два года на конкретную должность без внимания конкурсной проверки на бирже труда среди безработных или вакантных соискателей. И это значит, что если вы нашли подходящее рабочее место в течение трех-четырех недель, магистрат, скорее всего, беспроблемно одобрит его и выдаст вам рабочее вид на жительство. Большинство работодателей готовы ждать 3-4 недели, если вы устраиваете их как потенциальный специалист. Требования по зарплате вполне адекватные. На данный момент порядка 2,368 или 2,568 бруто, что как бы обычная средняя зарплата выпускника. Про конкретные цифры мы говорили на предыдущих эфирах, пересмотрите их, пожалуйста. Но с трудоустройством и легализацией достаточно все комфортно, потому что если вы за год не нашли рабочее место, ну, может быть, как бы, ваши компетенции не совсем подходят или ваша активность не подходит текущему рынку. Но у нас таких случаев не было, что те, кто действительно искали, не могли найти. Тем более у нас был недавно буквально эфир с нашей выпускницей Виолой. Пересмотрите его. Мы очень подробно рассказали про трудоустройство и легализацию в Австрии после окончания университета здесь. И захвачу сразу следующий вопрос. Супруг студента сколько часов может работать? Супруг студента может работать до 40 часов в неделю, то есть полный рабочий день, но, внимание, на рабочее место может претендовать только на конкурсной основе. То есть если супруга студента или супруг студентки нашел свободное вакантное место, работодатель отправляет заявление на биржу труда в АМС, заявление с просьбой выдать разрешение на работу супруги или супруги студента, и АМС проверяет, есть ли среди текущих безработных кто-то, кто мог бы занять эту вакантную должность, отправляет их на собеседование в эту компанию, и при условии, если компания аргументированно откажет всем заявителям, будет выдано разрешение на работу супругу или супруге студента, и он сможет приступить к работе по предусмотренным контрактам условиям. Надеюсь, не очень запутанно объяснил. Мила, следующий вопрос тебе. Когда сдавать IELTS, чтобы поступить осенью 2024 года? Здесь, чтобы ответить на этот вопрос, надо узнать, когда же вам надо подать документы, и это значит, что к дате подачи документов IELTS должен у вас быть. IELTS – это не единственный экзамен, который подтверждает знание английского языка. Можно сдавать еще TOEFL, можно сдавать PTI, то есть их много, есть из чего выбрать. И для некоторых программ магистратуры даже не обязательно сдавать тест языковой, получать международный сертификат. Можно отталкиваться от количества кредитов за английский язык, как иностранный, в вашем дипломе бакалавра. Возможно, что я сейчас кого-то чрезмерно обнадежу, поэтому внимательно смотрите, что на сайте вашего университета написано, мы в рамках оценок диплома, в рамках консультации обязательно считаем эти баллы, но вы тоже можете их самостоятельно посчитать, открыв приложение к вашему диплому. Спасибо. Много ли специальностей, где нужно сдавать вступительный экзамен? Порядка 30-30% специальностей, где есть вступительный экзамен, и порядка 70-80%, где нет вступительного экзамена. Следующие вопросы повторяются. Про трудоустройство супруга и после окончания университета. Поэтому их пропускаем. Уточнение по Германии. Если человек в Австрии учится на языковых курсах, можно подаваться на визу или скорее на продление в НЖ уже прямо из Австрии. Ольга, по вашему вопросу это было не совсем понятно. Вы писали про университет. При учебе просто на частных языковых курсах, если вы за это время получили приглашение на учебу, и у вас есть действующая Шенген-виза, да, можно будет податься, но есть нюансы, нужно разбираться. Какая виза, как долго она действует, не нарушены ли правила въезда и так далее и тому подобное. Напишите нам, пожалуйста, в личку вашу ситуацию, мы ее разберем, потому что действительно процедура очень отличается от процедуры в Германии. Так, Антон спрашивает дальше. При промежуточном ВНЖ справка о несудимости нужна только из последней страны пребывания? Не только. Иногда нужно и из страны последнего пребывания, и из страны гражданства, и, может быть, из другой страны, где вы проживали больше 90 дней или 180 дней. Запись эфира где и когда будет доступна. В нашем канале Телеграм будет доступна. Да, и все наши эфиры мы публикуем также в записи на Ютьюбе, поэтому можно устроить себе марафоны образования в Австрии и пересмотреть все записи в Ютьюбе. Несовершеннолетним детям для учебы нужен опекун. Опекун может быть гражданином Евросоюза или только гражданином Австрии. Это должен быть человек, который находится в Австрии, и это не обязательно гражданин Австрии. Это может быть резидент с легальным правом на проживание в Австрии, пребывание в Австрии, но только чтобы срок действия вида на жительство этого человека полностью покрывал период до совершеннолетия студента. Так, как узнать, на какие специальности нужно сдавать вступительный экзамен? Это правило устанавливает каждый конкретный университет. И бывает даже так, что в одном городе на конкретную специальность экзамен есть, а в другом городе на такую же специальность экзамен не предусмотрен. Поэтому надо сначала определить круг программ, который вам интересен, и посмотреть, есть ли экзамены. А еще бывает так, что экзамены могут просто отменять год от года. В медуниверситетах нет ли программ бакалавриата по психологии, не нашел ни в Вене, ни в Граце. Дело в том, что факультет психологии, он относится не к медицинскому университету, а в Вене к Венскому главному университету, а в Граце к университету Карла Франца. Немножко не там смотрели, но можете обратиться к нам, мы подскажем, где их искать. Анна благодарит нас. Анна, всегда, пожалуйста, очень рады быть полезными. Крис, вам спасибо за классный вопрос. Олеся спрашивает. На факультете биологии, молекулярной биологии в Граце нужно ли сдавать вступительные экзамены? Так наизусть не помню. Нужно посмотреть, перепроверить. Напишите в Луне. Перепроверим. Говорят, что нам пропустили мы вопрос про языковые курсы по английскому языку. Языковых курсов по английскому языку при университете не предусмотрено. То есть, если вы идете на англоязычные программы, вы должны сразу иметь уровень английского языка B2, C1, какой требует университет. Немецкий можно при ВУЗе доучить, английский нельзя. Да, то есть, если учеба предусмотрена именно на английском языке, вам не дадут возможность доучить английский при университете, как это сделано с немецким, с A2 до C1. Нужно подаваться уже с сертификатом. Но если вы хотите в частном порядке приехать, как турист, поучить английский язык на каких-то, на каких-то курсах английского языка, почему-то в Австрию вы решили это сделать, то это можно сделать. Нужно подобрать такие курсы частные, но они вам не дадут возможности сразу получить студенческий вид на жительство. Для этого нужно приглашение на учебу. Тут надо уточнить ваше пожелание и необходимость. Тогда сможем дать подробнее. Антон спрашивает. Какие перспективы дальнейшего выхода на ПМЖ гражданства? Для старослужащих студентов какие-то ограничения по льготам? Если партнер удаленщика оформится что-то типа фриланса? Коротко отвечу. Перспективы дальнейшего выхода на ПМЖ. ПМЖ можно получить после пяти лет постоянного пребывания в Австрии. При этом студенческие годы считаются полгода за год. Рабочие год за год. На гражданство нужно минимум шесть лет, но в среднем десять лет. И тогда студенческие считаются год за год. Надеюсь, это понятно. У нас в презентации это тоже описано чуть более подробно. Про старослужащих я не очень понял вопрос. Пропущу его. Я догадываюсь, о чем речь. О скидках на страховку, о скидках на проездные билеты. Здесь действительно, когда студент старше 26 и старше 30 лет, может меняться стоимость проездных билетов, стоимость в том числе страхования. Но студенческий статус за вами сохраняется, поэтому вы в любом случае не будете прям сильно переплачивать или даже просто платить такую же сумму, как все остальные не студенты. Но действительно, в зависимости от возраста, могут быть корректировки. У нас был, кстати, эфир про семейную релокацию. Не знаю, 10 эфиров назад примерно. Можем опубликовать снова его. Там был ответ в том числе про формат удаленной работы и возможности трудоустройства оформления что-то типа ИП для фриланса партнера и для самого студента. Пересмотрите его. Но это тут вопрос к уже юристам, экспертам по трудовому законодательству. Но варианты есть точно и с ИП, и с трудоустройством. Это называется налоговое резидентство, то, что вас интересует. Поэтому вам надо дополнительно проверить вопрос налогового резидентства, двойного налогового резидентства. И это все вам к налоговому консультанту. Мила, видишь, как ты хорошо поняла вопрос про старослужащих или служащих студентов, про страховку и прочее. Да я и сам старослужащий студент все-таки. Так что да. Тут у меня дополнение для Антона. Вопрос той же страховки и проездного билета. Он не сильно по стоимости отличается от студенческого. Ну как не сильно. Семестр был бы 75 евро в месяц, а так проезд будет порядка 33 евро в месяц. Что как бы абсолютно посильно. Ну что, мы справились? С божественным венским транспортом. Просто моя бесконечная любовь, когда поезд, автобус, все придет ровно вовремя, на гугл-карте все видно. Ой, это так прекрасно. Нигде, мне кажется, такого транспорта нет, как в Австрии. И банкинга. Транспортная инфраструктура Австрии занимала какое-то время первое место в мире. Не знаю, сохранила она первенство по этому пункту, но Вена уже сколько, 11 или 12 раз была признана самым комфортным городом мира для проживания. Думаю, не зря. Думаю, не зря. Ну что, мне кажется, мы неплохо справились. Дайте нам оценку. Пожалуйста, поставьте нам сердечки, огонечки, лайки или что-то напишите, что вам не понравилось. А для тех, кто дослушал нас до конца, как мы обещали, бонус от нас мы сделали в очень удобном формате, в формате диаграммы Ганта карту дедлайнов на следующий семестр, летний семестр 2024 года. Напишите, пожалуйста, слово Гант либо в наш Телеграм-бот, либо в WhatsApp, и вы автоматом получите эту карту дедлайна в PDF-формате. Сможете ее распечатать, скачать и распечатать. Только пишите, пожалуйста, именно отдельно в Телеграм-бот, не нам сюда в комментарии, или в WhatsApp. И любые вопросы, которые мы сегодня не охватили... Спасибо за такие смайли, реакции. Очень интересно. Слово Гант. Мы вам напишем инструкцию в наш канал. На экране она отображается вот кириллицей четыре буквы Гант. Диаграмма Ганта – это формат вот с такими линиями, полосочками, разделенный по срокам, по периодам. Ну что, мы рады быть вам полезны. Если у вас на русском языке, пишите, пожалуйста. Мы рады быть вам полезны. И если остались незакрытые вопросы сегодня, пишите, пожалуйста, в Телеграм-бот. Там отвечают живые люди. Бот им помогает. Или в WhatsApp, если вам комфортнее в WhatsApp. Если у вас есть уже конкретное намерение поступления, переезда в Австрию, вы можете обратиться к нам, напоминаю, по специальной цене, по промокоду, который был указан ранее, заказать консультацию с оценкой диплома или просто консультацию с экспертом и проработкой вашего плана поступления по всем этапам. Мы будем рады вам помочь. И будем финалить на сегодня. Запись опубликуем в нашем канале. С вами еще раз. Да, Мила, пожалуйста. Да, я хочу добавить. Я хочу вас попросить, дорогие наши зрители, те, кто смотрит нас в онлайне и смотрит нас в записи, если у вас есть идеи на темы вебинаров, которые вы хотели бы раскрыть более подробно, чтобы мы сели и обсудили. Может быть, вас интересует семейный переезд. Может быть, вопросы про дальнейшую работу или языковые курсы, подготовительные курсы. Обязательно нам об этом пишите. Мы вас всегда внимательно слушаем и делаем тематические эфиры по вашим запросам. И даже та карта дедлайнов, которую вы скачиваете, была навеяна как раз пожеланиями переезжающих студентов. Поэтому дайте нам знать, чтобы мы могли делать для вас максимально полезный контент. И на этом моменте мы будем прощаться с вами на сегодня. До новых встреч. Будем рады увидеть вас на следующих эфирах или у нас на консультациях, или в числе наших абитуриентов, студентов, выпускников, трудоустроенных и будущих граждан Австрии. Возможно. Возможно. Ну а до встречи на новых эфирах. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok